добрый день вот тема моего видео муж уже наверное месяц хочет тыквы хоть чего-нибудь из тыквы мясо с тыквой я не знаю хоть суп какой с тыквой он уже был готов хоть на кашку какую-то с тыквой но захотелось человеку да ну и я его прекрасно понимаю ведь это же вкусно кабачки с тыквой если еще с мясом с каким-нибудь буду сегодня готовить еду в тыкве и в духовке буду делать тыкву притащила из сарая как я тащила еле тащила вообще в некоторых местах она просто поцарапанная ну это вообще не страшно лук помидоры морковка перец картошка естественно мясо у нас не видно надо было наверно поменьше немножко принести ли я уже не заберу в сарай потому что тыквы у нас в сарае мясо козлятина козлятинка очень вкусное мяско косточки конечно же носок бросим очень быстренько мясо отрезала туда-сюда камеру вертеть пока некогда а потому что поставила на огонь уже сковородку сейчас я сейчас я все объясню да закрывает она все попал я обжарю на сковородке чесночок и лук я сначала мясо обжарю вариантов вообще множество всяких блюд из тыквы в духовке в том числе каждый подбирает как ему хочет вообще абсолютно как хочется можно сделать с рисом с мясом с медом я просто подобрала вариант который прием для нашей семьи то есть вот так да нам нравится вот так мы сидим кто-то это делает еще с баклажанами морковку можно класть туда можно не класть но понимаете как кому хочется я выбрала вот такой рецепт картошка помидоры лук морковь без баклажанов без риса без меда а такой рецепт я много раз упоминаю я много раз уже упоминал господи я много раз уже упоминала хашламу так вот это та же самая хашлама только в тык в другой емкости чесночок закину потому что это сразу же даст такой очень сильный аромат и вкус мясу можно можно не обжаривать мясо вообще просто закинуть сырыми я так и хотела сначала делать просто сложить всю в тыкву но мне захотелось обжарить мне захотелось обжарить я вообще конечно сначала согласовала план план проекта план своих действий с руководством с начальством папа наш одобрил такой вариант да он так и хотел то есть и мясо мы решили обжарить но я думаю так будет вкуснее и аромат не просто немножко уже запах стоит невероятный вы смотря какой невероятный да если кто-то любит чеснок то невероятно вкусный если кто не любит чеснок то невероятно противный ну вот милана говорит просто ужасный а мне невероятно вкусный я просто закидываю конечно же одной рукой сюда мяско вот моя любимая приправка ну конечно же можно было добавить базилика ну ладно уж обойдемся обойдемся вот так сейчас на сильном огне я это просто немножечко обжарю как это вкусно все пахнет и обжаривайся ой а мне же нужно вырезать тыкву в некоторых местах она поцарапанная не страшно я уже говорила это на крышку то мы с палкой есть не будем ой ну хорошо если ты делал муж конечно мой огромную тыкву эту как вырезать так ее нужно вырезать под наклоном крышку потому что крышка большая потому что крышка большая чтобы она не провалилась под таким наклончиком то есть не так втыкаем нож вырезаем а вот так под наклоном милан спрашивать сможешь что ее отрубить а куда а куда деваться ты уже готовить начали отрубить отрубить ты ее не надо нужно аккуратненько скоро она у меня уже откроется где-то застрял застрял все крышку открыла опять с ножом опять с ножом с кинжалом она такая толстая мясистая тыкву очень не знаю придется вырезать немного я сначала просто уберу потому что здесь много всего сначала уберу так а потом уже поскребу ложечкой если здесь надо будет что-то скрести ложечкой кто там а у эхо эхо видали эхо чего ты поговоришь туда все все иди ему теперь беру ложку и начинаю выскребать и все очень хорошо выскребается а как в таком варить ну вот так туда и накладываешь как как в кастрюле завязать кастрюле не сгорит нет горшочек готовлю снаружи она огромная а внутри там внутри и не так уж много места я думаю сама тыква будет сколько остатков я думаю она будет не менее вкусно чем там все это мясо потому что нас еще и припитается это эти всеми внутренностями то да что там будет внутри лежать косточки косточки зернышки как они называются в тыкве семечки да косточки зернышки ой тут возникают такие проблемы которые мы сейчас прям будем рисовать по ходу действия так извиняюсь давай двигайся чтобы тыква не сгорела ее нужно нужно завернуть фольгу такой огромный вообще большая фольга у меня окончается муж купил маленькую а бывает понимаете зайдешь в один магазин во второй и а большой фольги просто нет я сейчас конечно посмотрю будем надеяться как он был выкручиваться из ситуации хорошо кто готовит маленькими порциями да так и вот так вот кристиком вкладываю не слышно ничего я покажу какой крестик получился то здесь все закрыто ничего не видно буду закрывать я буду запихивать духовку все-таки мужской это дело готовится так на одно все были в трудных ситуациях правда же на дно я положу лук 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 кольцами нет я наверно сделаю полукольцами кладем лук первый слой опять я начинаю плакать опять я начинаю плакать хватит нет ну хватит да так потом нужно поставить поставить положить мясо все растерялась я плачу стою горшочек такой интересный сказочный горшочек так на мяско я положу все в общем говорить о каком-то рецепте о каких-то граммах я думаю бессмысленно да потому что смотря какая у вас тыква я сама не знаю сколько у меня войдет в эти тыквы если бы я ее взяла там чуть поменьше естественно уже количество всех ингредиентов будет совсем другое вилку ты не достанешь потому что вилка под фольгой у меня вилки а кусок нет как стой 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 ладно иди 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 туда убираем так дальше положу положу помидоры сейчас да поделите помидорки тоже мельчить не буду сильно полукольцами у меня здесь 4 помидорки две а потом еще две положу через слой сверху картошки понимаете здесь как угодно как вам нравится как вы посчитаете будет вкуснее вам сочнее положить помидоры положить на мясо или помидоры положить на картошку да может быть это для кого-то ну прям вообще принципиально важно забывать посолить то разговору разговорами нужно посолить два помидорчика солим или помидорки сверху где помидорки там у нас пойдет и перчик сейчас не лето чтобы килограммами перца с помидорами да ну понемножку понемножку так теперь сердце пойдет картошка картошку порезала заранее морковку морковку почистил три ну не знаю сколько нужно будет духовка должна разогреться до 200 градусов все доброса я прям угадала с количеством продуктов потому что у меня уже прям вот сначала помидорки закинем так помидорки сейчас мы посолим помидорки порвала все-таки перчик прямо вот совсем у меня получилось под крышку так сейчас найду крышку беты а вот она где-то крышка крышечка немножко поцарапну но крышка то мы есть вообще не будем смотрите вот такая тыква вот теперь нужно умудриться глаза боятся руки делают витя вполне быстро все это получилось но ой а тут это палочка как бы она мне не проснула а ты заворачивай у меня даже где-то будет какая-то дырочка я стараюсь это будет не провала но она все-таки провала это палка не нужно ее обнять иди туда не так вот так обнимашки с тыквой так все теперь закрывать одиночки по-человечески 어주ем а на vidéo у меня получилось видно я сейчас даже смотрите сейчас попробую а не хватило рук думала рук не хватит и так вот так от л方 видите видите какой тыква Так, ну что, пока повеселились, духовка разогрелась, да, я думаю? Это я настраиваюсь, мне нужно как-то запихнуть эту духовку. Так, ну ничего. Русская женщина сильна и могуча, так, правда не тут стих какой-то, но ладно, что пришло в голову. Представляете, что она не влезет в духовку, будет здорово, правда? Да. Все, с Богом. Тютелька в тютельку, посмотрите, влезла. Готовится тыква. Готовится тыква долго, будем ждать два с половиной часа. Столпились, какие-то диковинные блюда. Так, ну что, ну иди, крышку, смотри, сколько сока. Крышку открываем. Так, ну чего? По-быстренькому показываю конечные результаты. Вы видите, у нас здесь жизнь кипит, мы сейчас будем ужинать. Ну, как видите, это с виду, с виду это очень красиво, правда же? Но это очень вкусно. Все это, это вкусно, это, как видите, сочно. Воды туда не наливалось совсем, естественно. Все это томилось в собственном соку. Этого сока, целая кастрюля, хотела сказать, целая тыква. Все это очень такое сочненькое и вкусненькое. Мы начинаем ужинать. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Приятного вам аппетита. Приятного аппетита. Продолжение следует...